Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! В общем, мы самоизолируемся от коронавируса на своей даче И в этом видео мы поговорим Поговорим о том, как самоизоляция помогает обустроить личную жизнь Конечно, сейчас темой карантина и самоизоляции людей очень сильно пугают Но на самом деле, изолироваться и самоизолироваться людям приходится постоянно И никто иногда этого даже и не замечает Почему? Ну, например, какая-нибудь туристическая поездка Вот сели в автобус, вот приехали Куда-то Ну, например, в какой-нибудь Боброво-Бобруйский монастырь Ну вот приехали А где тут изоляция? Они же приехали на место отдыха Они там отдыхают Приехали, но только ни на шаг от группы Ни на шаг от автобуса Никуда не отходить из гостиницы Ограничили территорию Причем гораздо жестче, чем в ситуации с самоизоляцией Потому что здесь хотя бы можно выйти в магазин, в аптеку По необходимости, по какой-либо, об этом мы позже расскажем подробнее А там вообще не отходить от группы И потеряться в толпе туристов это элементарно А туристическая группа уедет И из этой жопы не выбраться Потому что у человека нет дополнительного запаса денег Чтобы на каком-нибудь общественном транспорте Построив маршрут А вообще не знаем, как оттуда выбираться Мы не знаем, как транспорт там ходит За границей все гораздо хуже Там даже языка мы не знаем В России мы хотя бы знаем язык А люди ездят и в Европу, и в Турцию И ничего не боятся Хотя там самоизоляция просто страшная Действительно никуда из гостиницы Никуда от группы не отходить Но никто об этом как-то не задумывается Тема создания семьи, находясь на изоляции Она может даже очень многим поможет создать семью Потому что, во-первых, ситуация немного необычная То есть человек привык ходить по кафешкам, по ресторанам, по паркам гулять С понравившимся ему человеком противоположного пола А сейчас это все прикрыто Ну, прикрыто, да И, естественно, доступ к понравившемуся ему человеку Скорее всего, тоже запрещен Особенно, если тот живет на другом конце города Да А что делать? Вот, находясь на изоляции Рядом с нами Тоже кто-то находится на этой изоляции Ну, находится И находясь на этой изоляции Люди вынуждены как-то выживать И друг другу помогать И это, в общем-то, повод для дружбы Ну, в принципе, да Но самое главное, если решена самая главная проблема Доступа друзей друг к другу А если вот мы, например, на даче, то где-то кто-то тоже живет на каком-то другом участке Кто-то в деревне живет Мы ходим, опять же, в магазин С кем-то встречаемся Да И мы здесь встречаемся За бытовыми целями постоянно В принципе В то время как в городе Ну, понравилась девушка Так договариваются встретиться там Целую неделю договариваются о том, чтобы сходить на пару часиков в кафешке посидеть А находясь на изоляции Мы фактически ведем общий быт с теми, кто рядом с нами Через 300 метров живет А, ну это если у нас, например, есть холостой сосед А еще неподалеку живет холостая соседка Полно есть таких людей Но в обычном быту, когда люди просто живут и работают в привычном ритме Просто этих людей никто не замечает Потому что это же явные не варианты Ну почему не варианты? Ну как? Потому что человек знает, какой для него идеал А тот, кто живет в соседнем подъезде То для него... Вреден или не особо он красив Или он имеет вредные привычки Или он другого вероисповедания Да, на самом деле просто нет повода общаться с ним Как нет повода? Нет повода общаться Живем в разных подъездах И каждый идет на свою работу У каждого свой круг друзей А, вот почему А не потому, что это не вариант? А на самоизоляции никого нет больше То есть он может быть и вариант, но только просто не было повода Для того, чтобы как-то пересечься и поговорить вообще Здорово, хорошие Мы, как любители стратегического подхода Ко всему, чему только можно подходить стратегически Начинаем свою самоизоляцию С того, что идем в разведку Разведка Это комплекс мероприятий Для получения информации О том, что делается вокруг А еще разведка Это способ определить подходящего для семейной жизни Как раз именно по тому критерию, что с ним можно ходить в разведку Если с человеком можно пойти в разведку Значит, для семейной жизни подходит Самое главное качество разведчика Это по отдельным признакам Восстановить информацию обо всем, что происходит в комплексе Для разведчика самое главное Это адекватность Да, вот тут сейчас мы наткнулись на препятствие В виде огромной лужи Что с ней делать? В общем, да, здесь не пройдем У меня галушки коротенькие Короче, мы вот нашли, что одна из дорог непроходимая Идем, гуляем дальше Наслаждаемся пением птиц Наслаждаемся отсутствием комаров Да Жалко, что гайбов нет Ну, потому что еще рано И поскольку, несмотря на то, что апрель А погода мартовская Зато хороший воздух А в то же время в Москве Вот так по паркам гулять нельзя Да Могут пристать менты и те, кто косит под ментов Или под какие-нибудь силовые структуры И или законно, или незаконно Вымогать из нас деньги Да, оштрафовать нас могут А здесь единственная опасность биологическая Какая нас может подстерегать Это гадюки, которые уже проснулись Но это более безобидное существо, чем человек Мы гуляем и наслаждаемся природой А также, чтобы хоть чем-то заняться Взяли с собой фотоаппарат Фотографируем И записываем наше видео Для нашего ютуб-канала Культурных мест здесь никаких нет Да, есть относительно культурное место Культура здесь прямо прет Вот диван нам поставили Кто-то выкинул заодно из дома Тут еще вокруг всякие банки пивные валяются Но мы на них внимания не обращаем Мы без комплексов Почки пахнут Птички поют Бегают муравьи Они красивые Вечером будут бегать ежики Тоже красивые очень А комаров нет И поэтому нас никто не кусает Любой курортный роман Это результат изоляции Люди находятся на ограниченной территории Зоны отдыха Количество доступных для общения людей Ограничено И человек подходящий По возрасту и семейному положению Тоже может оказаться там один-единственный В отеле все включено За территорию особо выходить и не нужно Очень похоже на ту самую самоизоляцию Но в отличие от карантина Здесь еще некоторые развлечения доступны Впрочем на карантине тоже есть развлечения Но другие А вот мы нашли очень интересное место Это дикие заросли бешеного огурца Огуречное бешенство людям не передается На самом деле это не огурец Это мочалка Только маленькая Служебный роман Это тоже результат изоляции Потому что люди работают в одном месте Круг людей также ограничен За территорию в рабочее время Выходить нельзя Количество подходящих по полу возрасту Семейному положению Здесь тоже ограничено Та же самая самоизоляция Что и на карантине Плюс работа А для тех, кто уже обустроил свою личную жизнь Семейную Для них карантин Это Это то, что психологи называют супружеское время Потому что муж и жена находятся наедине друг с другом И никакие дети или родители не фонят Мы продолжаем самоизоляцию Наслаждаемся красотами Оставшимися после великой страны По имени СССР Ух ты, запах-то какой А говна-то как много-то? Говна... Говна у нас много Это да Вот она, эта силосная яма Интересная рыба здесь есть Откуда она там возьмется? Чисто технически Это элементарно Дорога хорошая Да, тепло, хорошо И хорошая дорога Мы идем гулять Мы, поскольку находимся в деревне То самоизолироваться здесь удобно Потому что никто не мешает гулять А для здоровья точно Особенно важно, находясь на самоизоляции Не переругаться друг с другом и с теми, кто находится рядом Поэтому старайтесь как можно меньше подходить к людям Навязывать себя, свое общество и свои разговоры Особенно глупые разговоры Но самое главное Ни в коем случае не делайте никому замечания Пусть он гадит, пусть он поджигает траву Пусть он вываливает мусор Пусть он вообще все, что угодно делает Не обращай внимания Потому что в связи с принудительной самоизоляцией Люди агрессивные Люди нервные Кто-то, может быть, потерял работу А вообще большинство людей Которые из-за бытовухи Лежат в сырой земле Или сидят в тюрьмах Как правило В таком состоянии Оказались из-за того Что сделали кому-то Замечание Вы, конечно, можете проявлять гражданскую позицию Но другой человек Может вас за эту гражданскую позицию Пырнуть ножом Или дать вам в рожу Это его право Да он потом сядет Ну а вам-то нафига это нужно? А вот это явление называется Грибной снег Светит солнце И идет снег Но вот только грибов нет еще Грибов нет Грибов нет Но снег есть Солнце и снег Прикольно А теперь мы расскажем Что делать Когда надо выбраться в город А перемещения по городу ограничены В первую очередь Садимся за интернет И задаем в поисковике Что делать Чтобы доказать необходимость Выхода из дома Ну, сказано, что Для оказания экстренной помощи Для покупок в ближайший магазин За покупками в ближайшую аптеку Поэтому Отправляясь в магазин Мы должны четко знать Какая вещь нам необходима Мы идем в ближайшую аптеку По легенде Четко надо понимать Что у полиции нет никакого желания Вас сажать Вас пытать Они У них есть инструкция Проверить Проверить Поэтому Вы должны Говорить Так Чтобы не давать Противоречивых показаний То есть Вы должны Четко знать Куда и зачем Вы идете И желательно Иметь еще Какие-то Вещи-доки Да Вещественные доказательства Например Если Мы идем В аптеку То это должен быть Какой-нибудь Рецепт Или Упаковки от лекарств Да Если рецепта нет То набираем Побольше Упаковок от лекарств И идем С ними В аптеку То есть Моя Свекровь Теща Просила купить Вот это И вот это Например Филодипин Который как раз Там кончился Полно лекарств Именно мы говорим Именно важно Что у нас много Этих Самых Упаковок Да Поэтому нам надо Купить много чего И мы ходим По большому количеству Аптек Чтобы собрать Все необходимые лекарства Почему не обращаемся К Почему Это наша Пожилая Родственница Не обращается К волонтерам Потому что Вот придет волонтер Он Да Он волонтер А друг У него Вор И этот волонтер Он не просто так ходит По домам А смотрит Где Старый больной человек Плюс Ценные вещи Плюс Плохой замок И этот человек Самый Он еще и одинок Или у него дети В отъезде Да Поэтому Поэтому полное Право Волонтеру Не доверять Поэтому Полное Право Позвать на помощь Родственников Тем более Мы одна семья Живем вместе Да Попробуйте Докажите Обратное Точно Выполняем Поручение Может быть Даже нам Тоже Какие-то лекарства Главное Перед выходом Вы должны Четко Проговорить Должны Четко Верить В то Что вы говорите Обязательно Вы собираетесь Идти За лекарствами Да То есть Не за любимым Пивом А за лекарствами Любимое Пиво Вы покупаете По дороге Из аптеки Да Дальше Что может Еще быть Первой Необходимостью Находим Какую-нибудь Гибкую Подводку Которая Оказалась У нас Наная Не обязательно Нарванная Главное Чтобы она была Как можно Более грязная И старая Да Мастер сказал Купить Вот это Ходим По всему Городу В поисках Вот этого Вот этого Вот этого Да Потому что Наш любимый Магазин Леро Мерлин Закрыт Если мы Идем Через парк То Мы Четко Должны Сказать Что мы Идем Оттуда Туда И по прямой И короткой Дороге И при этом Не пользуясь Общественным Транспортом В этом Видео Мы Рассказали Про То Как Связана Тема Изоляции И тема Обустройства Личной Жизни Другими словами Тема Создание Создание Семьи В условиях Изоляции Или карантина Это да Это точно Причем Мы не только Рассказали Но и показали Простые Удовольствия И развлечения Которые Доступны Ну Где нибудь В ближайшей Сельской Местности Для Людей Которые Самоизолируются Потому что Это действительно Есть Такое Преимущество Деревни И Еще Даже Ради Изоляции Люди Занимаются Экстремальными Видами Спорта Ну Потому что Да Экстремальный Спорт Это Фактически Та же Самая Изоляция Но только Более Суровая Мы например Познакомились В походе Который Называется Великорецкий Крестный Ход Ну И вот Семь лет В счастливом Браке Живем И Всем нашим Зарителям Желаем Использовать Этот Режим Самоизоляции Для Того Чтобы Устроить Личную Жизнь А те У кого Личная Жизнь Уже Устроена Прокачать Свои Отношения На этом Мы прощаемся С вами С вами Были Семьеведы Любители Колян Платков И Лена Магадан Подписывайтесь На Ютуб Канал Платочек Ставьте Лайки Пишите Комментарии Если поставили Дизлайк Ну напишите За что Дизлайк Будем работать Над ошибками Спасибо за внимание До свидания До встречи В следующих видео Если не помрем От Коронавируса И если Нас не арестуют И не посадят В тюрягу